Поехали! Всем привет! У нас сегодня последний семинар «Философия успеха и личностного роста». В прошлый раз мы говорили, быстро повторим и еще пару идей дадим, что в прошлый раз мы упустили. В прошлый раз мы говорили, как работать с падениями, с трудностями. В общем, каждый человек в жизни бывает такой момент, когда черная полоса, трудности, что-то не получается. И как с этим работать? В прошлый раз мы привели пример Раби Акива. Раби Акива, в общем, идея такая, принимай все как есть, и благодари Бога за то, что Он тебе послал трудности в твою жизнь. И все, в конце концов, ты увидишь, что все, что Бог не делает, все для тебя хорошо. Мы эту, как бы сказать, философию в прошлый раз представили. Но я хочу сегодня внести кое-какую поправку, кое-какую clarification, разъяснение. Что есть падение, как сказать, неудача. Давайте так, неудача. Вместе или раздельно пишется? Неудача. Есть неудача двух видов. Первый вид неудачи – это, как вот в истории с Раби Акивой, событие, которое вне нашего контроля. Да, то есть он пытался сделать все, что мог сделать со своей стороны. Он стучался в дома, он говорил, пустите меня. Он взял с собой петуха, взял с собой свечку. Ну, он все сделал со своей стороны, все, что мог сделать. Но не получилось, да, то есть за ветер задул свечку, в гости его никто не пустил. Осла его съел, дикий зверь, петуха. Петуха тоже загрызли. То есть вне контроля, вне нашего контроля. Это вот история с Раби Акивой. И в таком случае мы всегда говорим, что все, что Бог не делает, все к лучшему. Потому что Бог, он как наш отец. Отец никогда не пошел ребенку в испытание, которое не может выдержать контроля. Да, то есть мы как бы знаем, что есть у нас любящий Всевышний, который нас испытывает, чтобы мы росли. В плане испытаний мы растем. Это всегда так. То есть если мы идем к испытанию навстречу, в этом процессе мы начинаем расти, развиваться как личность, духовно, материально, интеллектуально и так далее. То есть we have to face the challenge. Нам нужно посмотреть этому испытанию в глаза, обнять его и сказать, все, я готов, я принимаю как бы это как есть. И смириться и поблагодарить Всевышнего. Это один вид неудачи. Но есть другой вид неудачи, который мы прошлый раз не обсуждали. Но мы обсуждали его немножко до этого раньше. Это неудача, которая является прямым, истекающим нашей собственной оплошности. Что называется на английском наглый джанс. На русском, как лучше сказать, ну не доглядел, да, так сказать. Что-то, где-то мы поленились, где-то мы не дожали до конца. То есть вещи, которые зависят от нас самих. То есть оплошность, я назову это оплошность. Оплошность, оплошность, скажем, лень. В общем, не дожали. И таких неудач, на самом деле, намного больше, чем те, которые вне нашего контроля. И вот с такими неудачами совсем другая технология работы с этими неудачами. Почему? Потому что эти неудачи, они зависят от нас самих. И поэтому, если мы будем говорить, ну все, что Бог не делает, все к лучшему, то мы никогда вообще с этой неудачей не будем. Она будет проходить постоянно. Например, я вам даю такой пример. В паркинг-тике, да, такой очень простой, банальный день. Человек запарканался в неправильном месте. Влюбили ему штраф. Он говорит, ну, Бог меня наказал. Наверное, я мало даю зодоки. Ну хорошо, проходит неделя, ему опять влюбляют. И вот так у нее за месяц накопилось на 500 долларов. Он говорит, ну, наверное, я где-то согрешил. Это такой подход, как бы сказать, ну, так же, как у Рабиакива, не получается, у меня тоже не получается, Бог меня наказывает. Это неправильный подход. Правильный подход, это сказать, как мы учили до этого, что возьми ответственность, да, есть косяки, за которые нужно брать ответственность. Сказать, да, если у меня это не получилось, если у меня происходит какая-то потеря, я сам виноват в этой потере. Если мы будем все время сваливать на Бога или на обстоятельства и одевать, как сказать, blindfold, да, как бы закрывать все глаза, говорить, что это не моего контроля, на самом деле это моего контроля, то мы никогда не исправимся. Поэтому это очень-очень важный такой нюанс. Нужно с собой всегда быть честным. Есть вещи иногда очевидные, иногда менее очевидные. И очень часто мы себя, как бы, со стороны, потому что не видим, мы кому-то с кем-то делимся, с друзьями. Слушай, у меня такая неудача, у меня там на работе проблемы. Этот начальник вообще просто, он такой ужасный человек. А товарищ его сказал, товарищ говорит, слушай, у меня начальник точно такой же, но у меня все хорошо, никаких проблем нет. Ты просто неправильно реагируешь. Ты неправильно реагируешь на определенное действие. И, ну, в общем, мы это покрыли. Я хотел внести такую небольшую clarification, такую ясность внести, да, что Эйна, Довар, Талу, Элуби, технология работы с этими неудачами и таких подобающих большинств, человек всегда должен сказать, все зависит от меня самого. Все мои проблемы – это результат моих собственных мыслей, моих собственных поступков, моих собственных решений и дел. И все, что я имею сейчас, это полностью является результатом того, что я делал 20, 30, 10 лет назад, 5 лет назад и так далее. То есть в физическом плане, это вот решение, если я принял решение не заниматься спортом или кушать все подряд, то все мои физические проблемы, в основном я сам в них виноват. Бывает, конечно, человек шел по улице, вдруг его машина сбила, да, то есть все он посмотрел налево-направо и тут какой-то пьяный его сбил. Ну, он не виноват. Это вне нашего контроля. Есть вещи вне нашего контроля, есть вещи в нашем контроле. Окей? Все, начинаем сегодняшнюю тему. Сегодняшняя тема – это тема очень-очень интересная, необычная. И это последняя наша тема, у нас две сегодня темы. Первая тема – толерантность, и вторая тема – это золотое правило. И мы живем в очень толерантной стране, где есть свобода слова. Но я хочу немножко сейчас разделить, что имеется в виду по толерантности. Наполеон Хилл, например, он очень много этому уделил, этому очень много удивил чернил. Он сказал, что мы иногда на людей плюем, только потому, что у них другие взгляды, чем у нас. Мы про человека ничего не знаем, но он знает, что он уже… Я вам скажу такой пример приведу. Однажды я молился в синагоге в Хасидской, и подошел человек посреди молитвы и меня согнал. И говорит, слушай, это мое место. И вообще даже не дожидаясь ответа, ничего, он начал двигать мои вещи. Слева есть место, и справа есть место. Вот именно он справа не был, слева было полно места, впереди и сзади еще. Он просто подвинул мои вещи и сел. И меня это так взмутило, и у меня сразу в голове ассоциация. Вот эти все писаты, они такие нехорошие люди. Потом прошло пару месяцев. Застрял я на улице, был у меня флоттар, пробило колесо. Думаю, ну я же мужик, все-таки должен сам поменять колесо. Мучился, мучился, нашел видео в Ютубе, потом почитал инструкцию, там крат неправильно вставил, потом, короче, два часа я промучился, все уже, все поставил, не могу открутить гайку. Звоню, организация называется Хаверим. Хаверим это значит друзья. Есть в Бруклине замечательная организация. Я говорю, слушайте, у меня такое дело, флоттар у меня прокололся колесо, нужно помочь, приехать помочь. Они приезжают там, через полчаса приезжает опять, кто? Парень с пейсами, Хасидик. Хасидик два часа ночи уже, он приезжает туда, на Манхэттен бич, достает свою аппаратуру, за две секунды у меня все раскрутил, все гайки, которые я там не мог раскрутить. Он мне все поменял, подкачал, проверил давление, подкачал шины. У меня батарейка в процессе села, он у меня зарядил батарейку. Все, все сделал, и вообще ни денег, ничего не попросил, все, говорит, митцва, я хочу, каждому игре нужно помогать. И уехал. Да, даже я еще не успел спасибо сказать, он уже улетел. И я думаю, я говорю, вау, Хасиды хорошие люди. То есть, но, в общем, у нас есть определенные ассоциации с религиозными какими-то сектами, с какими-то национальностями, с какими-то определенными людьми. Когда я был ребенком в 90-х, у нас было такое понятие, что все металлисты, они ужасные люди. Почему? Потому что они слушают ненормальную музыку, они отрачивают длинные волосы, вообще неформалы какие-то. А вот все рэперы, они молодцы, потому что рэперы, не знаю, они хорошо баскетбол играют. И всегда мы какой-то, очень часто люди социальные создания. Мы себя относим к определенной группе. И мы говорим, вот все горские молодцы, там, не знаю, все европейские, но они не такие молодцы. Или наоборот. И я слышал наоборот, люди говорят, вот все европейские молодцы, евреи, а вот кавказские, я вообще не понял, что они евреи или нет. И это называется у нас предрасположенность. Называется у нас, как по-русски хорошее слово, когда мы относимся к кому-то привзято, привзято, ассоциации какие-то. Дайте мне, пожалуйста, на чай. Дядька. Дядька сейчас сделал доставку. Дайте мне на чай, пожалуйста. В общем, у нас есть определенная ассоциация, у нас есть определенная стигма. То есть вот по поводу, если кто-то вне нашей группы, то можно на него по-другому смотреть. И это называется... Это называется intolerance, то есть нетолерантность. Мы где-то подсознательно, если мы видим, что человек, он уже по-другому смотрит на жизнь, не как мы, мы уже внутри от него отталкиваемся. Не важно, мы даже вообще про него ничего не знаем. Да, вот он одевает какую-то одежду, он носит в какой-то определенной группе религиозной, социальной. Байс. Байс. Как? Байс. О, байс, да. У нас есть байс. У нас есть определенные как бы в голове такие блоки. И мы от этих людей как бы ничего про них не знаем. Не знаем, может быть, они могут нам помочь, может быть, они могут нас чему-то научить, они могут нам что-то интересное рассказать. Но мы уже сразу ставим систему и говорим, что эти люди, мы такие, они такие, и все, мы как бы с ними ничего общего не имеем. И это, давайте посмотрим, что нам Тора говорит про это. Что нам говорит Тора про это, да? То есть Наполеон Хилл, он был категорически против этого. Он говорит, что этот человек все портит жизнь. Что если человек может смотреть на каждого открыто и принимать так, что он есть, не обязательно соглашаться с его мнением, но принимать его, сказать, не ненавидеть, не испытывать к нему каких-то негативных эмоций, сказать, окей, я категорически не согласен с тем, что ты думаешь, я думаю совсем по-другому, но я принимаю тебя таким, какой ты есть. Это не мешает мне жить с тобой в одном дворе, это не мешает мне с тобой играть в пинг-понг, это не мешает мне с тобой сидеть с задним столом. Говорит Геморрам. Давайте посмотрим, что Геморрам говорит. Это трактат-броход, 58-я страница. Учили мудрецы, когда есть разные богословения, у нас очень интересно, есть одно богословение, когда ты видишь 600 тысяч евреев вместе или больше, собрались вместе в одном месте, есть специальное богословение. И это богословение звучит следующим образом. Богословение Севышний Хахам Хахам-Харазим. Хахам-Харазим. Что это значит? Хахам-Хахам-Харазим. Мудрый. Хахам-Хахам-Харазим. Это мудрец. А что-то разим. Интересное слово такое, да? Хахам. Разум. У нас северой тоже говорит. Что значит? Разумногорска. Доволен. Доволен. А на иврите разим это значит секреты. Наверное, даже больше аромиста. Это скорее всего еврейский. Разим. Хахам-Хахам-Харазим, что Бог-мудрец, который знает секреты. Что это значит? Объясняй комментарий. что есть 600 тысяч разных способов мышления. Да, вот сколько евреев вышло из Египта? Знаете, я скажу такой анекдот. Потеряли ображь, бедная ображь. Было калибр-окрушение. Потеряли его. Через 20 лет он находит на необитаемом острове. И он говорит, о, дорогие мои евреи, давайте я сделаю экскурсию. Вот тут у меня одна синагога, тут у меня другая синагога. на всем острове один. А он говорит, в это я хожу, в это я не хожу. У нас, как говорится, два еврея и тремнение. У нас, говорит, комментарий, объясняет, 600 тысяч мнений, 600 тысяч образов мышления. Каждый человек по-разному думает. И есть только один Всевышний, который может каждую эту мысль уловить и прочитать ее и как бы понять. И поэтому хахам разим, что он мудрец, который знает вот эти секреты. То есть Всевышний знает каждый, как каждый человек, он думает. Как каждый человек, он думает. А, разим. Sorry. И дальше приводит к геморраю. Был такой человек, его звали бензом, он был великий мудрец. И однажды он увидел вот эту картину 600 тысяч евреев поднимается на храмовую гору и он сказал две брахи. Две брахи. Одну браху, одно благословение, как он сказал, хахам разим, что благословен Всевышний, который мудрец, понимающий все секреты. А потом он сейчас сказал еще одну браху. Какой второй браху он сказал? Благословен Всевышний, шибарак, элю ли чемшаним. Благословен Всевышний, который создал вот этих всех, чтобы мне служили. Что это значит? Что это значит за такой надменный бензом, что он говорит, я такой великий мудрец, а это все мне служат. Что это значит? И очень интересно, давайте дальше, если человек смотрит геморру, что дальше написано, все становится понятно. Есть, как бы, вообще сдам интродакшн, вступление, есть, как бы Всевышний создал мир. И он дал нам Тору. Зачем он создал мир? Что каждый еврей должен учить Тору, каждый еврей должен совершенствоваться над собой. Каждый человек вообще должен над собой совершенствоваться, пытаться перебороть свои плохие качества и стать лучше. Но, в общем, ultimate goal, как бы, в конце концов, главная цель человечества это быть ближе к Богу. И человек, который может посвятить себя изучению Торы так глубоко и так над собой работать, исправить себя, он эту цель достиг. Ибн Зома сказал, смотри, я эту цель, в общем-то, достиг, но все эти остальные люди, они простые люди, они эту цель не достигли. Так что же им теперь не жить, что ли? Что это? Хорошие люди. Кто-то хорошие сапоги делает, кто-то хороший хлеб печет, кто-то делает хорошее оружие. Ну, каждый есть свое предназначение в жизни. Но, в общем, эти люди делают мою жизнь легче, чтобы я мог учить Торо, чтобы я мог совершенствовать собой, поэтому Богослови Всевышний, что он создал их. У них есть тоже своя роль. И поэтому не то, что они не нужны, они очень-очень нужны. И дальше он говорит очень интересная вещь. То же самое, кстати, что Наполеон Хилл говорит. Наполеон Хилл говорит так, говорит, вот ты утром читаешь газету, да, Wall Street Journal, например, купил ее там за доллар, не знаю, за 50 центов, купил там новости из Франции, новости с Израиля, новости с Австралии, со всего мира. С Нальчика. С Нальчика. На первой страничке новости с Нальчика, да, там прям колонку еврейскую показали, прям фотографии, все там. И как бы человек держит газету в руках, которую он купил за доллар, но чтобы эту газету сделать, нужно десятки тысяч людей задействовать. Чтобы эту газету сделать, да, должен быть репортер во Франции, должен быть репортер в Австралии. В Нальчике обязательно должен быть самый главный репортер, да. Потом они всю эту информацию собрали, они это отсылают в офис. Это в течение суток нужно все быстро переварить. Там есть писатели, там есть редакторы, там есть разные-разные менеджеры, есть люди, которые рекламу собирают, есть потом завод, которые печатают эту газету, потом есть люди, которые ее развозят, потом есть в магазине продавцы, которые ее расставляют, и которые продают ее. Нужно столько людей, чтобы эту газету, которую я купил за 50 центов, и пью кофе, и читаю утро, сколько людей нужно, чтобы эта газета мне попала в руки. Объясняю, говорит Геморад, говорит Талмуд, Бензома, Первый человек, чтобы покушать кусок хлеба, сколько ему нужно было работать. Ему нужно было сначала раскопать землю, потом посадить туда семечки, зерна, потом поливать, потом выдирать сорняки, потом если он картошку сожрал, нужно было еще колорадских жуков всех собрать. Потом позвать их соседей, говорит, ребята, мы копаем все эти картошки, сегодня мы собираем пшеницу, все собрали это, тракторов не было, и сколько? Пока он все процессы пройдет, он ее перемолит, он из нее сделает муку, за месяц испечет, пройдет, может быть, несколько месяцев, чтобы он на один кусок хлеба мог покушать. Адама решил, первый человек, не было у него других людей, он его семья, все. Бензома говорит, я счастливый человек, я просыпаюсь утром, иду в магазин, и покупаю себе хлеб, свежий, вкусный хлеб, хочешь лепешку, хочешь французский батон, все, что хочешь, и говорит, за очень доступную цену, мне не нужно ни пахать, ни ничего делать. И он говорит, Благословен Всевышний, который сделал вот этих людей, которые создают общество, которые друг другу помогают функционировать. Каждый занимается своим делом, но в процессе у нас есть гармоничная такая экономика, в которой каждый дополняет другое. Он говорит, говорит, ладно, хлеб, говорит, ну, я родился, у меня одежды не было, и Адам Аришон тоже что-либо, Бог ему подарил одну рубашку, а дальше что? Что в одной рубашке на свадьбу пойди, на бармицу, он говорит, чтобы ему нужно было одеться, каме, егад, егия, Адам Аришон, ачим отца, беге, длильбой, чтобы одежду носить, Адам Аришон, сколько ему нужно было сделать, пройти процессов, постричь барашку, почистить это, помыть эту шерсть, расчесать ее, да, потом из нее с прести сделать нитки, потом из этих ниток свитер связать, это все тоже может за несколько недель, а он говорит, а я, говорит, выхожу из дома, и говорит, вот у меня уже продавцы со всех стран, предлагают мне каждый, этот Адидас, этот Гуччи, это все, что хочешь, каждый свои товары предлагает в свои услуги, он говорит, мы счастливые люди, но нам нужно понять принцип, принцип это какой-то, что есть такое понятие, как толерантность, в чем заключается толерантность, толерантность это принять, человека, как он есть, с его образом мысли, и может быть, ты можешь всегда попытаться переспорить его, переубедить, и Талмуд, он полный это, на каждой страничке почти у нас есть спор, один мудрец пытается другому что-то доказать, Шамай с Гелелем, так они воевали, но, как бы, их война заканчивалась вне стен Бедмитраша, то есть они очень уважительно друг к другу относились, да, и мы говорим, закон как Гелель, но это не значит, что то, что Шамай говорил, это все пустота, мы это изучаем, тоже пытаемся понять, вникнуть, поэтому очень-очень важно понять, что каждый человек, он думает по-разному, но это не должно нам мешать с этим человеком иметь дело, иметь с ним бизнес, иметь с ним уважительные, добрые отношения, нельзя ненавидеть человека за то, что он думает и по-другому, но, дай бог, не дай бог, это реальность, да, если человеку приходишь, говорит, я голосую за Обаму, он говорит, ты либерал, балет, он вообще такой, ты кто такой, вот Трамп, что ты за Трамп, начинается, я ненавижу Путина, я обожаю Путина, Путин мужик, смотрим, все рачи под, и люди, но это дело не только в политике, это я сейчас как пример привел, но люди, все люди думают по-разному, это не значит, что мы должны друг за другу за это грызть, да, то есть, окей, ты думаешь так, я думаю по-другому, я очень с тобой не согласен, я считаю, что то, что думаешь, это полная чушь, ну окей, но ты все равно мне брат, да, ты все равно мне родственник, ты все равно, ты все равно можешь так, то постоянная контрадикция, постоянная контрадикция, дальше, однажды, теперь золотое правило, что такое золотое правило, что такое золотое правило, что такое золотое правило, это прямо известная тема, золотое правило, много товар, золотое правило, которое я сказал, Ты не делаешь ничего для кого-то, что ты не делаешь самому. Самого себя. И тут рассказывает такую историю, Талмуд, Шаббат, трактат Шаббат, 31 страница. Однажды пришел человек к Шамаеву, в Шамаеве была такая палка в руках, он ее использовал, чтобы мерить длину. Некоторые говорят, что он был строителем, это была палка, которую он постоянно использовал, у него была такая палка. К нему пришел один нееврей и говорит, скажи мне всю Тору, пока я стою на одной ноге. Он говорит, что? Как он палкой дал, иди отсюда, хуцпан, наглец, как тебе не стыдно. Все, выгнал его. Он говорит, что это за наглость? Наши бесконечные Тору, он просит, чтобы я ему на одной ноге искал. Потом он пришел к Гелелю, Гелелю говорит, хорошо, но право. Я тебе все сделаю, Гиур, хочешь стать евреем, без проблем давайте все тебя организовать. Хочешь, расскажу тебе Тору на одной ноге, хорошо, слушай внимательно. Не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Все остальное комментарии. Все остальные комментарии. Иди и учи комментарии. Это то, что Гелелю ему сказал. Это то, что говорит золотое правило Наполеон Хилл. Что прежде, чем что-то сделать, мы должны задуматься, а я хочу, чтобы мне так сделали. Да? Если даже мне человек этот бесит очень. Я ему сейчас хочу что-то такое сделать так, чтобы он перестал меня просто это бесить. А я хочу, чтобы мне так сделали. Да? Если бы я в такой ситуации был, как бы я хотел, чтобы ко мне отнеслись. И так далее. Это золотое правило, которое человеку поможет достигнуть успеха. Да? Да? Мы изучаем книгу «Закон успеха» 15-16 правил. Окей. Дальше. У нас есть Мишна. Перке-Абот. Третий Иперак. 14 Мишна. Он говорит. Очень часто, очень-очень часто я вам скажу. Встречаю среди… не очень часто, но периодически. Встречаю среди евреев. Отношение к неевреям как… а, это второсортные люди. Это очень неправильное отношение. И мы сейчас увидим, что Мишна нам говорит, что нужно каждому человеку, неважно евреям он или не евреям, относиться с должным уважением. Почему? Потому что он Шалих. Почему? Потому что он Шалих. Окей. А если он не Шалих? Шалих с чего? Нет. Фактически он тоже. Говорит Шмуэль. Если они в Содом и Гамору себя сделали… Окей. Хорошо. Аркаша задает вопрос, говорит, а если они в Содом и Гамору, они в другую саду заходят? Не, не, не. Бехевиер на улице. Не, не бехевиер дома у себя. А бехевиер, чтобы сказать, что… Уже… Окей. Отлично. Отлично. Аркаша отличный вопрос задал. А что если они реально… Хорошо, ты хочешь ответить, или ты хочешь… Я уважаю, что они хотят… Аркаша, я слышал. Все, все, все. Окей. Останавливайся, окажешься. Знаешь, тишина в студии. Окей. Первое, во-первых, то, что Шмуэль сказал. Давайте это обсудим. И мы сейчас обсудим то, что ты сказал тоже. Первое, то, что сказал Шмуэль. Это Мишна, прямо в черном по белому Мишна. Хабиб Адам, Шневрад Бецелым. Велик и любим человек. И написан Еврей, любим человек Адам. Почему любим человек Всевышним? Потому что человек создан по образу Творца. Он создан по образу Творца, как написано в Торе. На самом первой главе, да. Кибицелем и Люким Асайда Адам. Что Всевышний сделал Бога по образу и по подобию своему. Тебе комментарий нам тут говорит. Комментарий называется Тиферат Исраэль Яхин. Он говорит, окей. А что, ну хорошо, он создал его по своему образу. И дальше что? И дальше что? Он говорит, что так как человек создан по образу Всевышнего. Легитим ле коль. Кавана дата. На домещун кен ира. И Адам ле гатим ле коль. Что человек должен стараться каждому другому человеку сделать добро. Почему? Потому что он сделал по подобию Всевышнего. Едешь в метро, выходит какой-то бездомный, от которого воняет. Который непонятно что. И надо думать о том, что он создан тоже по образу Всевышнего. Хотя по нему это не видно. Он в душе не был, наверное, месяцев 8. И непонятно, что он со своей жизнью делает. И как он в этой ситуации оказался. Или стоит, и ты едешь, учишь Тору. А рядом с тобой сидит чувак с телефоном. И на всю громкость смотрит футбольный матч. И хочется ему сказать пару ласковых. Но ты должен понимать, что он тоже сделан по образу и подобию Всевышнего. И поэтому так же, как я хочу, чтобы мне сказали в такой ситуации, я должен пересилить свой гнев и пересилить свое недовольство. И сказать ему тоже так же, как я хотел бы, чтобы мне сказали. Если бы я себя так фил. И дальше мечта, другая мечта нам говорит. Не пренебрегай никаким человеком. Не пренебрегай никаким человеком. Ты никогда не знаешь, да? Сегодня такую интересную историю слышал. Я ехал раба с роли Саланта. Был великий мудрец такой. В поезде. И кто-то там у него в купе с ним очень некрасиво разговаривал. Тоже другой еврей. Он говорит, эй, мужик, открой окно. Закрой окно. Подай мне это, подай мне это. Как с ним разговаривал? Не понятно. Они приехали на станцию. Выходят оба. И все встречают ученики. Равина города. О, великий, светило поколение. Приехал раба Саланта. Ему так стало стыдно. Он говорит, прости меня, рабик, что я с тобой так разговаривал. Он говорит, я тебя прощаю. Какая разница, я это или другой человек. Ни с какими человеками надо так разговаривать. Хорошо, ты не знал, что я вот такой великий и замечательный раввин, но это не значит, что твое поведение оно, так сказать, извиняемо. Никому нельзя относиться. Нужно относиться всегда к человеку, как будто он великий. Почему? Потому что может быть на самом деле он великий. Почему? Потому что он создан по образу и подобию Всевышнего. Почему? Потому что Тор нам говорит. И дальше Мишна говорит. У каждого человека есть час. Да, даже у последнего бомжа, который там, ты говоришь, кто он, никто. У каждого человека есть час. И ты никогда не знаешь, кто тебя человек может от смерти спасти, от бедности тебя спасти, от какой-то ситуации тебя спасти. И поэтому Мишна нас учит, что нельзя не пренебрегать никаким человеком, объясняет комментарии, да, не глупым, не образованным. Какая разница? Хорошо, человек глупый. И дальше что? Воофилу, слушай дальше, Аркаша, твой комментарий. Воофилу Ашер Гул Рошел Ламут. Даже если он злодей, который заслуживает смертной казни, и вот уже скоро его на казнь поведут. Это не значит, что нужно от него обтирать, вытирать ноги и сказать, а ты злодей, вот тебе поте дохло это вонючим помидором в тебе в лицо, понял? Нет, я этого не делал. Да, смотри, у нас есть судебная система, у нас есть на небесах есть правосудие, да, Всевышний, он не слепой, он все видит, все слышит. И всегда будет правосудие, все, что мы должны со своей стороны делать, если ты являешься на день, когда был у нас суд, ты был свидетелем, ты должен был прийти и рассказать и так далее, все понятно. Но это не значит, что человека нужно путем, да, он его унижает. Это то, что нам говорили. Когда евреи вышли из Египта, за ним же фарон угнался, правильно? Да, да, да. Еврея совершена в другую сторону, а море покрыло фарон. Евреи начали радоваться. Господь сказал, не надо радоваться. Они такие же дети, мои какие-то. Он сказал, это ангелы начали петь песню о радости. Вы мне сейчас напомнили, Рахамиль, можно вас напрягу? Там в одном из этих пакетов лежит поминальная свечка «Достайте, пожалуйста». Вы мне напомнили, сейчас сказали про иссечение моря. Сегодня у нас годовщина Моисея, Мошер Габейна. Он в этот день родился и в этот день он умер. И сейчас мы зажжем свечку. Можно? Есть зажигавка? Мы не ходим. Серьезно? Мы сейчас зажигаем свечку. Схуд. Память Мошер Габейну, Моисея. Чтобы Схуду и Аген Алейну, чтобы его заслуга нас защищала от всего плохого. А? Это оставьте. Это не все, поскакаю. Итак, итак. В общем, Шлемой, у тебя был вопрос? Да. Давай вопрос. Есть также, мне кажется, где Дмитцева считается, «to rebuke someone». То есть, если ты видишь, что кто-то не ведет себя непристойно, у тебя есть обязанность ему с уважением, но сказать, да? Да. Как тогда, где толерантность здесь? Я очень рад, что ты задал этот вопрос. И Шлемо задал очень-очень хороший вопрос. Он говорит, что у нас есть злодеи. И, наверное, это то, что, на самом деле, мучила Аркаша, может быть. Вот у нас есть злодеи. И не злодея, даже не злодея, просто человек неправильно поступает. Он неправильно себя ведет. И у нас есть история митцвы, написано «упрегни ближнего своего». Это есть продолжение, кстати. Не понесешь за него наказание. Ох, хех, хех, амитеха, да? У нас есть митцва «упрегнуть ближнего своего». Теперь. У этого митцва очень сложно. Так же, как у любой митцвы, есть свои законы. У нас есть, прежде чем кушать мацу, нужно понять, как ее кушать, как она должна быть приготовлена, и так далее. Прежде чем кедуш делать, да, в суке сидеть, человек должен построить ее по закону. У каждой митцвы есть свой закон. У этой митцвы тоже есть свой закон. Как ее выполнять, она очень нелегкая. Даже в Талмуде написано, люди, мудрецы Талмуда, они про себя говорили, что мы уже не умеем выполнять эту митцву. Если ты не умеешь, вот есть такие митцвы, которые если не умеешь их выполнять, лучше их вообще не делать. Почему? Потому что ты можешь нарушить другую митцву, да? Это одна из категорий митцвот, которые очень трудновыполнимы. И прежде чем кого-то упрекать, человек должен знать, что он его упрекает искренне. То есть прежде чем тебя упрекнуть, я должен для себя решить, что я тебя люблю. Да? Если я тебя люблю, я тебя уважаю, и я вижу твой плохой непостудок, тогда я могу тебя упрекнуть. Да? Но если я говорю, я тебя до конца не люблю, меня просто бесит, и я лучше, чем себя держать, я лучше это скажу, то, скорее всего, я эту митцу не выполняю. Потом нужно понять, что есть человек, да? А есть его поступок. Поступок. И это очень-очень важно, отделить человека от его поступка. Отделить человека от его поступка. Почему? Потому что когда ты говоришь человеку, что ты грешник, то ты его кидаешь вниз. Если когда ты говоришь человеку, что ты не грешник, но ты грешишь сейчас, то ты выделяешь его поступок. И ты говоришь, что ваш поступок неправильный. Твоя суть, она правильная. Твоя суть sigma цельная, но твоя поступка не правильная. И кстати, Дэлл Корнеги, который очень много пишет, что нельзя критиковать людей, и он говорит, что если тебе нужно критиковать человека, критикуй поступок, а не человека. И наши мудрецы давно это сказали, а это не новость для нас. Это очень такая хухма, это такая мудрость, которую bütün Вишни он нас научил. скажешь укорить человеку крема поступок и тогда он послушать но если ты скажешь ты такой ты секой тогда он скорее если если он послушает это ему еще хуже может быть он может спать депрессии он может себя принять когда действительно если что я не знаю ты блудник ты обманщик я мочи особенно если когда кстати родители по отношению к детям это вообще для детей родители это авторитет неоспоримый до определенного возраста если родители какой-то дает установку ребенку то ребенок ее принимать как должное и у нее этот голос подсознание всегда до самого возраста ему нужно очень-очень хорошо над собой работу чтобы искоренить этот голос и заглушила поэтому когда родители говорит ты глупый или ты ленивый или ты никчемный то ребенок это принимает как должную установку но если ему родители говорит ты поленился я тебя ожидаю большего ты такой умный мальчик ты такая умная девочка ну как ты могла себя так непристойно повести в этой ситуации я разочарован ты критикуешь поступок когда ты критикуешь поступок во-первых лет принять а во вторых ты человека не скидаешь вниз ты ему не даешь вниз и поэтому у него больше шансов исправиться это насчет вот это митсу и очень хороший вопрос очень хорошо окей все есть еще какие-то вопросы мы под мы прям прошли целый курс целый курс 10 недель мы долбили мы говорим что нужно ставить цель нужно вырабатывать уверенность себе нужно уметь другими людьми работать да и очень еще много разных вещей мы с вами прошли за этот курс все эти видео есть на ю тубе если вы пропустили что-то можете вернуться посмотреть и я вам желаю каждую из вас кто хотя бы на один урок пришел я желаю потрясающего духовного роста финансового роста чтобы были здоровы и развивались интеллектуально и так как сегодня годовщина мошарабен я вот закончу идею которую мы с вами много-много раз повторяли из трактата надарим написано что шхина присутствие всевышнего она спускается только на человека который 4 качество кто помнит четыре качества эти четыре качества человек нужно а не мы сейчас про другую ему четыре качества жалом первое качество это гибор сильный первое качество силы физи физически сильный может об этом мог поднять такие тяжелые балки он мог взять скрижали которые неподъемные были из камни сделали так взять поднять и он был физически сильный гибор вашей вышли если человек хочет чтобы всевышний на него спустил свою шкину должен быть гибор 2 ашир богатых богатые не просто богатый что он доволен тем что они есть у него хорошая семья у тебя богатый человек я прошел весь талмуд я богатый человек у меня знание богатый конечно должна быть довольна тем что есть но там в контексте гимора именно богатый именно как мужчина войну был богатый всевышний ему отколол от изумрудных цена пилки остались он им отдал маша был богатый человек финансово богато обеспечены и авраам наши проценты 3 3 качество ашир спасибо спасибо аркаша да третье третье качество сегодня гадашин машина вы должны знать всех кто прошел философии успеха нахудать это вага ха 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 человек должен быть ха ха мудрец он должен иметь широкие знания должен знать тору всю мишну весь тана весь талмуд шуха нару все пройти нужно знать должна должна быть мудрость должно быть понимание должно быть знание без этого никак не спускать свою шкуну на человек который ничего не знает и 4 скромная скромный человек человек должен обладать быть сильный физически и быть богатый быть мудрый и знающий и должен конечно скромный как может быть можно сегодня он был самый скромный сам поэтому я желаю всем чтобы каждый из нас стал достойным того чтобы жена на нас спустилась что мы были все физически сильные что мы все богаты что мы все были знающие мудрые самое главное что мы были скромные достигли огромных высот и оставались простыми любящими хорошими веселыми людьми спасибо всем за внимание можно просто камеру выключить мы сейчас будем вручать дипломы